Ну вот смотри, самый первый фокус достаточно простой. Всё просто как мычание, то есть я просто показываю колоду карт, пролистну её, и ты должен аккуратно правым глазом запомнить одну любую карту. То есть любую, кроме нижней. То есть я просто пролистываю, а ты её запоминаешь. Запомнил? Есть? Ну хорошо. Я не знаю, что это за карта, но тем не менее. Денис, такой вопрос. Назови просто любое число, первое попавшееся, которое придёт в голову. Ну давай восемь. Восемь. То есть именно восьмёрка. Да. Какая была карта? Девять буби. Девять буби. То есть смотри, колода карт лежит прямо тут. То есть можно было назвать любое число. Восемь. А карта? Девять буби. То есть ты её не трогал рукой, ты её не называл, то есть ты её просто запомнил глазом. Да. Восемь. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это седьмая карта, и под ней восьмая и девять буби. Блин, прикольно. Давай сразу. Я тебя знаю, многие тебя знают, но всё-таки для тех, кто тебя не знает. Ты можешь просто представиться и рассказать, кто ты, чем занимаешься и так далее. Что люди могут посмотреть, чтобы тебя узнать получше? Блин, ну сразу каверзные вопросы. Я просто не особо люблю хвалиться. Хотя вообще профессия артиста, она сама по себе достаточно самолюбивая, и художника любого артиста может обидеть каждый. Меня зовут Дмитрий Чириков, я артист-иллюзионист, фокусник. Ну, так сложилось. В воле им случая выиграл несколько конкурсов наших региональных, которые проводились в России. Несколько раз был членом жюри на наших конкурсах. Ну, было несколько телепроектов, в которых я участвовал, снимался. То есть, ну, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Ну, всю свою жизнь занимаюсь только этим, то есть, только фокусами, только иллюзией. И вот, ну, любое поприще, где бы я себя не пробовал, ну, к сожалению, у меня получалось намного хуже, чем вот это. И так получилось, то, что, ну, наверное, фокусы и вообще этот жанр, это... Я достаточно рано себя в этом нашёл. И это именно то, ну, как бы та сфера деятельности, где у меня лучше всего работает голова. Ну, я не знаю, ну, чем бы я ни занимался, но вот лучше, чем вот как бы, я не знаю, вот в этой отрасли. То есть, даже иногда вечером, когда, там, скажем, ложишься спать или там, я не знаю, когда я езжу рулём, когда я катаюсь на велосипеде, когда, я не знаю, хожу по каким-то магазинам. То есть, всё равно так или иначе я подмечаю какие-то вещи и думаю, как бы это можно было бы использовать в магии. То есть, элементарно, я сажусь на велосипед, чтобы проехаться с другом и обращаю внимание на то, как работают тормоза. И у меня сразу идёт мысль, как это можно использовать, скажем, там, в каких-то гиммиках. Я захожу в обычный спортивный магазин, вижу какие-нибудь, я не знаю, там, баллоны с газом, либо там ещё что-то. И у меня сразу идёт мысль, как это можно использовать. Поэтому, к сожалению или к счастью, я достаточно быстро себя нашёл в этом. Ну, есть какие-то вещи, над которыми я, как бы, до сих пор продолжаю работать. Так получилось, то, что, ну, сам того, наверное, ну, не сильно, хотя я вошёл в президиум Российской Ассоциации Иллюзионистов. И сейчас, ну, занимаюсь ещё, как бы, такой общественной работой, скажем так. То есть, иногда эта работа, как бы, чуть труднее, иногда чуть легче, но всё равно это так или иначе связано с фокусами. Мне это ужасно нравится. Я вижу определённые проблемы. Так, вот об этом мы с тобой поговорим обязательно. Ну, собственно говоря, об этом всё. То есть, это я так скромно, а тем, кому интересно, то есть, если посмотреть на мою натуру, за моим творчеством, welcome на YouTube, я открыт для общения. Если это вопросы не совсем глупые, то я всегда на них отвечу, то есть, в соцсетях и прочее. То есть, потому что иногда приходят очень забавные вопросы. Один парень у меня спрашивал, он пишет мне, слушай, Дим, посоветуй, какую свечу лучше покупать? Я сейчас нахожусь в магазине фокусов, есть исчезающие, есть появляющиеся. Какая лучше? Я пишу ему, бери красную. А это примерно точно такая же ситуация, которая происходит у меня. У меня спрашивают про колоды, но когда люди спрашивают про дизайнерские колоды, как я могу показать, подсказать дизайн, да, то есть, это то, что человек должен выбрать сам, что ему нравится, он то и должен взять. Но доходит до маразма. Какая колода лучше, байсикл стандарт красная или байсикл стандарт синяя? Как бы все понимают, что красная лучше, она ярче, но вопрос глупый, согласись. Если нет, безусловно, конечно. Вот. К этому мы еще вернемся, касаемо глупых вопросов, они будут в этом интервью обязательно. Но я о тебе узнал, и судиви меня. То есть, я не следил ни за форумами, ни за соревнованиями в тот момент. Я совсем вот начинал только заниматься, и, честно говоря, спасибо. Именно из-за тебя я стал заниматься гораздо больше, поэтому тебя теперь будут тоже ненавидеть все те, кто ненавидит меня. Ну, ты знаешь, я тебе скажу так, то есть, вот, ну, к разговору о ненавидеть добрую и злу внимая равнодушно. То есть, я пришел к выводу, это действительно так, то, что хорошо говорят действительно только про людей, кто ничего не делает, кто как бы не ошибается, не пробует. Поэтому любой, кто слышит, я не знаю, кто что-то пытается делать, он всегда будет слышать критику. Ну, ты, извиняй, тебя перебил немножко. Вот смотри, я посмотрел, удиви меня, твои выступления, как бы зарядился, так скажем, вдохновением. Мы об этом тоже поговорим, когда будем разбирать создание номеров, рутин, фокусов, потому что меня привлекло именно связки. То есть, я смотрю трюки, я их как бы видел, я их знаю. Но то, как они собраны, вот, именно это дало мне что-то новое, так скажем. Ну, по-другому совсем посмотрел на карточные трюки, потому что я всегда именно любил карты и фокусы с картами. К этому мы перейдем тоже чуть позже. Касаемо проблем, вот ты сам начал эту тему. Какие ты на данный момент видишь проблемы вообще в жанре, в сообществе фокусников? Вот расскажи именно свое мнение просто, что можешь подметить ты? Ты знаешь, если разговаривать на эту тему, я боюсь, что, ну, так, чтобы это развернуть, мне, наверное, и часто не хватит. Но, понимаешь, у нас, вот если бы, я бы знал бы, я бы лучше, наверное, подготовился, но, понимаешь, у нас нету очень много того, что есть на Западе. У нас есть корпоративный рынок, и у нас есть, как бы, вот, конгрессы, да? То есть они разные, то есть вот есть у Юры Сергеенко, есть у Саши Муратаева, есть, как бы, конгресс РАИ, там, в Казахстане что-то устраивает. Я слышал то, что, по-моему, за Уралом, то ли на Урале сейчас тоже какой-то конгресс проводят, но не суть. Понимаешь то, что, на мой взгляд, у нас нету лекторов профессионально, то есть, ну, понятное дело то, что если мы попросим, там, скажем, Петю, либо, там, я не знаю, там, Василия Ивановича, либо, там, я не знаю, там, еще кого-то, там, он подготовит какую-то лекцию и, собственно говоря, сможет что-то рассказать, поделиться каким-то своим опытом. Но я вот при всем моем уважении к огромному количеству даже людей старшего поколения, я не вижу таких людей, как Генри Эванс, как лектор, я имею в виду, потому что это мощнейший лектор. Я не вижу таких людей, как, я не знаю, Левин, да, у которого целая философия, как бы, вот он рассказывает, почему это делается так или иначе. У нас абсолютно отсутствуют профессиональные книги по фокусам, то есть, это не просто, как бы, не знаю, описание внешнего эффекта и дальше секрет, а действительно, где, как бы, ну, идет некий разбор, либо о том, что, как бы, описание каких-то своих личных рутин, либо каких-то своих личных наработок, а потом, как бы, вот, как человек к этому пришел, этого нет вообще. Хотя на Западе, ну, там, вот те же книги Кауфмана, которые я очень люблю, потому что они, я считаю, очень классно сделаны именно для людей, которые, ну, в таком хорошем уровне, то есть, им могут как-то зарядить людей какими-то новыми, как бы, мыслями, идеями, они очень классные сами по себе. Ну, смотри, пока у меня в голове просто, так сказать, это есть. Касаемо лекций, вот, я, как бы, на форумах не был, но я слышал отзывы о лекциях, мы не будем говорить конкретно о каком форуме, где это было. В целом, вообще, ситуация, мне кажется, плюс-минус везде одинаковая, ну, в России. Вообще, когда ребята, особенно, так скажем, ну, не очень старшие, да, приходят на вот такие форумы, они там заряжены, позитивные, классные, но даже от них я слышу то, что лекция там была скучной, лекция была, неинтересной, некоторые просто, вот, попробовали несколько, ну, на несколько лет. Ну, лекция имеется в виду, у кого-то из российских фокусников, или все-таки из Российских. Российских. Ну, вот я говорю, то есть, профессиональных лекторов, то есть, именно людей, кто, понимаешь, к этому относится профессионально, тот, кто, для кого лекции, это один из способов заработка, не так то, что его попросили разовое, и он там ее два раза где-то прочитал, а так, что он, как бы, действительно ее монетизирует, потому что там тот же Эванс, тот же Левин, там, ну, еще там целая пыльяда, то есть, для них это один из способов заработка, то есть, то, что они подготовили такой профессиональный материал, как бы, со своими трюками, со своей философией, со своим разбором. Отдельная тема, это тема гиммиков, то есть, у нас, ну, есть какие-то ребята, которые что-то делают, но все равно рынка гиммиков, да, то есть, вот так, чтобы вот были магазины, где ты можешь выбрать не от одного, а от всех, кто делает. Где была представлена, вот, скажем, какая-то линейка, то есть, у нас очень, ну, вот, ну, я почти не знаю таких людей, то есть, их очень мало, поэтому толком мы сейчас находимся на, ну, на достаточно низком уровне, вот, если честно говорить, то есть, если говорить вообще про жанр, то есть, потому что способов заработка, на самом деле, на фокусах, это же не только корпораты, то есть, кто-то, например, ну, такие люди, как там Дани Даортис, они, я просто, ну, был один из людей, ходил, как бы, в оргкомитет, когда его привозили, и, собственно говоря, его везде сопровождал, и вот мы с ним едем, ну, я, к сожалению, очень плохо говорю по-английски, но моего уровня хватило, как бы с ним как-то элементарно объясниться, и он мне, как бы, говорит то, что сейчас я вот приехал к вам, даю мастер-класс, читаю лекцию, потом я лечу сразу, там, куда-то в Латинскую Америку, после этого, там, в Южную Америку, потом там еще куда-то, то есть, для него это, вот, ну, грубо говоря, участие в таких гала-шоу, да, и его мастер-классы, это способ заработка, он не думает о корпоративах, он продает свои диски, и для него это очень хороший заработок, а у нас, понимаешь, все очень, вот, уперлись в корпораты, а корпораты, ну, как бы, это, они, безусловно, очень хороши в плане, как бы, быстрых денег, хороших денег, да, но, понимаешь, мы очень часто должны подстраиваться под те условия, скажем, там, под условия ресторана, под условия, там, кафе, но даже тут я тебе могу сказать то, что у нас толком очень мало профессиональных именно ресторанных фокусников, то есть, потому что на Западе это прям целое направление, то есть, людей, которые именно специализируются на, как бы, вот, ресторанной магии, а у нас это какой-то калаш, ну, вот, скажу честно, я очень давно не видел чего-то такого, чтобы меня вот прям реально тронуло до мурашек, да, чтобы я увидел и сказал, блин, это классно. Ну, вот смотри, пока у нас есть, остановлю тебя немножко, а то потом будет тяжелее разбирать, пока у нас есть, вот, допустим, вот эта проблема, как ты, именно вот ты видишь способ ее решения, потому что, ну, времени же уже прошло огромное количество, ну, относительно, да, то есть, ничего же вроде как не движется, еле-еле прям, я бы сказал. Ты знаешь, это достаточно сложный вопрос, и если ты меня хочешь спросить, есть ли у меня вот, ну, на данный момент какое-то решение в голове, наверное, вот прям так сходу я его не назову. Наверное, это системная работа, это, как бы, работа человека прежде всего над собой тоже в том числе, потому что я очень часто, например, слышу, ну, вот, последний раз мы когда общались со Святым, с тем же самым, там, не хорошо тебе известным, Свят мне говорит, вот, почему Раи, скажем, там, не развивает жанр, а, понимаешь, задача организации, там, неважно, там, МФИ, Раи, это не, знаешь, ну, условно не стоять там с дамоклым мечом над кем-то, да, и пинать, там, я не знаю, а это, как бы, собрать всех, организовать, сделать так, чтобы это событие действительно было интересно, но мы не можем, как бы, там, делать, ну, так, то есть, становиться школой волшебников, то есть, это очень сложно, и у нас, наверное, одна из главных проблем, то, что у нас не так много людей-креативщиков, то есть, мы, к сожалению, опять же, в тех же семинарах, ну, в каких-то видеоматериале, которого сейчас очень много, то есть, одна из проблем, то, что мы вслепо начинаем, как бы, просто копировать трюк, понравившийся нам, но мы не всегда, как бы, анализируем, почему он нам понравился, почему, как бы, вот, нас это так завело, да, то есть, мы отключаем голову, перестаем думать над созданием, может быть, каких-то связок, либо новых фокусов, ну, создать новый фокус вообще тяжело, но я оговорюсь так, чтобы меня тоже правильно поняли, я не хочу сказать то, что у нас все плачевно, есть люди, которых, там, безусловно, я очень сильно уважаю, они причем есть, как и в старшем поколении, так и в поколении помоложе, которые действительно показывают очень хорошую магию, ну, вот смотри, как раз-таки, ты начал эту тему, у меня был этот вопрос чуть позже, но вот как раз-таки сейчас, так сказать, пока горячо, ты можешь выделить, пожалуйста, три фокусника, именно вот, где есть идеи, где есть креатив, вот, три фокусника, пожалуйста, выдели мне, старшее поколение, младшее, без разницы, абсолютно. Именно, если мы говорим, то есть, про микромагию или про сцену, или без разницы? Вообще без разницы, просто вот три креативщика, которые вот сейчас... Именно креативщика, да, креативщика. Я просто специально оговорю, потому что, ну, так или иначе, как бы, у меня везде есть, как бы, в нашем жанре, то есть, как бы, в нашем сообществе есть люди, которых я безумно, как бы, уважаю. Если говорить про креативщиков, то я бы отметил бы Виктора Ренера, я бы отметил бы Владислава Калмыкова, я бы отметил бы Илью Лорионова. То есть, это вот три человека, которые действительно, ну, я, в принципе, в их, как бы, работе, в жанре, то есть, в их каких-то связках, в их находках вижу, в принципе, ну, что-то интересное. Так, давай тогда еще немножко о проблемах, пока мы, так скажем, в этой ветке. Касаемо секретов обучений. Сразу вот эту тему закроем, обсудим, насколько это возможно ее закрыть. Да, конечно, конечно. Как вообще, вот, мне просто интересно твое мнение даже, в принципе, именно мне. Как мешают, неважно, секреты или обучение, мы сейчас это объединим в одно, хотя я так не считаю, но все-таки мы объединим это в одно, и как они мешают, неважно, на ютубе, в тиктоке, в инстаграме, где угодно, вот просто, вот, обучение в свободном доступе. Ты понимаешь, я тебе скажу так, на самом деле, вот, если бы я бы лично бы с этим бы не столкнулся, может быть, я бы затруднился бы ответить сходу на этот вопрос, но я, как минимум, дважды был свидетелем, ну, правда, это работая, скажем так, с подростковой аудиторией, когда ты работаешь, показываешь, ну, условно, там, группе подростков какой-то трюк, они говорят, блин, а мы это знаем. Я понимаю, о чем это. Я тебе скажу так, что самое обидное, что трюки действительно, ну, если бы это было бы что-то такое, как бы, вот, ну, малоинтересное, вот, это знаешь, это вот та мысль, которую, кстати говоря, в одном из последних интервью сказал Власов, когда мы с ним общались, он говорит, есть такие трюки, которые, как бы, вот, ну, если знаешь, что, условно, там, леска, да, то, ну, блин, как бы у тебя вот эта вещь не летала, ну, когда человек знает, что это летает на леске, то все, то есть эффект, как бы, ну, пусть он вокруг дома, там, облетит, там, вокруг, там, человека. Да, я согласен. Поэтому, извини, я просто закончу мысль, поэтому на самом деле я считаю то, что само обучение для интересующихся, конечно, это плюс, но это должно быть как-то, может быть, в более каком-то закрытой группе, в закрытом сообществе, это лично мое мнение, я никому не знаю. Почему мы это обсудим сейчас? Ну, опять же, то есть я отношусь к тем людям, которые, как бы, к раскрытию секретов относятся очень тонко, то есть я за всю свою жизнь, могу сказать честно, ну, вот так, чтобы вот на камеру что-то показать, рассказать, только один раз согрешил, то есть меня попросили, условно, там, ну, показать пару каких-то простых фокусов для какого-то обучающего проекта, я помню, там, рассказал, как завязать веревочку, условно, там, как, я не знаю, там, быстро узел завязать на веревочке, ну, то есть что-то такое, что не очень бы повредило. Поэтому я, скажу честно, очень так ранимо к этому отношусь. Я понимаю, ну, вот смотри, мы возьмем еще вот про обучение. На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь, особенно, да, когда речь идет о показе подросткам, потому что они смотрят YouTube, они все равно натыкаются на это все, тем более иногда вот секреты каких-нибудь трюков наподобие там, там тип, да, то есть пальцем с левитацией, да, это все попадается даже на огромных каналах, которые с фокусами вообще не связаны, то есть абсолютно, я понимаю. Но с другой стороны, мы вот это очень часто много с кем обсуждаем, иногда говорят, что я показал человеку фокус, а он потом завтра нашел его секрет. Каким образом человек может найти секрет вот, ну, какого-нибудь трюка? Я тебе скажу так, на самом деле, не всегда можно найти секрет фокуса, если ты не знаешь, ну, на мой взгляд, то есть, может быть, я не прав, если ты не знаешь keywords, то есть, если ты не знаешь, что вот эта там, условно, откусанная монетка называется, там, биткоин, или там, не знаю, там, спайдер пэн, или еще что-то, то ты, тебе сложно будет найти. Хотя, ну, тоже, то, что, понимаешь, тут очень опасно, как бы, вот, ну, как тебе сказать, одновременно и переоценивать раскрытие секретов, потому что я не так давно, мне нужно было найти один элемент, который, ну, связан с неким контактным жонглированием. И оказалось то, что, ну, семинаров по контактному жонглированию особо, ну, то есть, огромное количество. И, понимаешь, может быть, я бы даже это оправдал, но дело в том, что все-таки контактное жонглирование, это некий жонгляж, а вообще вся соль фокуса, то, что вот именно в секрете, то есть, либо ты знаешь, либо не знаешь. То есть, если ты знаешь, что это делается, ну, там, через такой-то гиммик, либо по такому-то принципу, то, как бы, секрет фокуса убивается. Очень часто, очень часто, то есть, когда, например, идет, ну, если ты работаешь профессионально, то именно твои профессиональные навыки оцениваются именно то, что там, не то, что ты, вот, там, фокусник, который делает, там, линейку известных фокусов, а фокусник, который делает чудо. То есть, если вот человек делает чудо, я не знаю, у нас был достаточно известный одно времену слуху такой итальянец Эдди, он в свое время работал за очень большие, просто сумасшедшие по тем временам деньги в Москве, такой мега весь гламурный, крутой. Если честно, работал, ну, как тебе сказать, ну, не то, что некую дежурку, ну, фокусы не очень сложные даже по нынешнему временам, но работал очень грамотно. То есть, он, понимаешь, в отличие вот от наших многих фокусников, которые пытаются вот коробку с чудесами опрокинуть на людей, ну, знаешь, он показывал один фокус и просто смаковал это. То есть, вот, он показывает фокус, и люди начинают это просто, он дальше ничего не делает. И дальше идет просто обсуждение его реакции. Он может пойти попить шампанского, потом он возвращается, там, чик-чик-чик, медленно, там, согнул этот бокальчик. Вот, они уже обсуждают это. Вот, ну, то есть, и он работал, конечно, очень грамотно. Я вот, но главное не это, главное то, что он все фокусы преподносил как чудо. И мне многие администраторы, с которыми я работал, мне говорили, блин, ну, вот то, что вот там мы видели фокусников, а они действительно видели многих фокусников, но вот то, что делает он, то есть, это там вообще, как бы, и вот мой знакомый Василий, один из администраторов, то есть, он привозит этого итальянца на очень крутую, к очень крутым ребятам вечеринку, и он мне звонит, говорит, слушай, хочешь посмотреть, вот, как работает итальянец? Я говорю, слушай, с удовольствием, давай я подъеду. Ну, он сделал, конечно, одну ошибку, он сказал ему то, что будет фокусник, другой. Я до сих пор ему этого простить не могу, потому что мне было, конечно, интересно посмотреть, вот, как-то вот, чтоб он был менее готов. И, ты знаешь, меня удивило то, что вот даже сам Вася, непосредственно администратор, который его привез, который видел огромное количество фокусников, он искренне, как ребенок, верил в то, что это что-то, это чудеса. Я говорю, ну, слушай, ну, там, ну, как бы, заряжен же, конечно. Готово, он в этом же костюме и приехал, он вообще не заряжен, он вообще вот чудеса твои. Вообще, зрители вот имеют же, да, такое свойство, то, что они абсолютно по-другому видят. Ну, да, 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 нет, ну, тут, понимаешь, отчасти то, что в своем отечестве все-таки героев нету, то есть тут, конечно, немаловажный фактор играл то, что он итальянец, но факт в том, что действительно, вот, люди очень часто оценивают нас именно потому, что удивляем, не удивляем. И если там, условно, администратор говорит то, что, ой, ты знаешь, он там делает такой-то фокус, там, монетку откусывает, а ему в ответ говорят, а я, блин, это вчера посмотрел на Ютубе, то это значит то, что у заказчика просто не будет интереса к этому. Поэтому вот как-то мне кажется то, что когда это убивается в обычных людях, это, ну, как бы, не изгуд. Ну, вот смотри, ну, фокусники же все-таки, они же следят за тем, да, что происходит в интернете. Ну, не все, но многие. И, как бы, я не согласен вот с такой вещью, ее многие говорят, что, а почему вы ничего нового не придумываете? Это же вот как раз секреты дают вам возможность придумать что-то новое. Это полная чушь, я не согласен с этим. Но все-таки сделать другую подачу, сделать какое-то другое оформление. Понятное дело, что с откусыванием монеты ты особо ничего прям сверхъестественно не придумаешь. Но даже когда вот, допустим, опять же, все время возвращаюсь в «Удиви меня» в связке, да, когда ты показываешь какие-то связки из трюков, зритель видит как бы цельную картину. И, опять же, из-за их впечатления они как конкретные элементы видят совершенно по-другому, когда они вот, ну, собраны, да. И, соответственно, ну, неужели люди не хотят просто пытаться показывать что-то уникальное и новое? Многие же просто застряли в своей программе. Ну, есть же такая проблема, согласись. Застряли в программе и все. И не хотят ничего делать. Это у многих, я скажу честно, то, что это у меня было одно время, то есть когда вот, ну, ты натыкаешься, то есть вроде как это вот покупают, это как бы, вот конкретно этот продукт. Ну, зачем дальше как бы идти? Ну, да, работает и все. Хотя, действительно, через какое-то время это надъедает и сам себя уже заставляешь как бы искать что-то новое, да. Да, наверное, может быть, это одна из таких как бы профессиональных деформаций, да. То есть отчасти вот почему я, ну, там, в плане денег, в плане работы как бы там всеми руками и ногами там за корпоративы, я считаю, что у них ничего плохого нет. Но если ты как-то очень сильно застреваешь в корпоративной программе, то это огромный минус. То есть ты как бы вот в неких определенных рамках. То есть, знаешь, как была такая история, ну, это, понятное дело, что это вымышленная история, конечно, некая байка про маленького тигренка, который взяли в зоопарк и взяли, посадили его, ну, маленький тигренок, посадили в маленькую клеточку. Ну, со временем как бы тигр рос, 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 а клетка не увеличивалась. Ну, и директор зоопарка сказал то, что давайте его переведем в новую, как бы, клетку побольше. А тигренок все равно, ну, как тебе сказать, привык находиться на маленьком объеме и очень долго не мог выйти как бы вот за границу. Поэтому я считаю, что это отчасти вот, как бы, такая есть проблема действительно у многих фокусников, это правда. Я тебе сейчас познакомлю с фокусом, который мне показал один француз. Мне он ужасно нравится. То есть четыре туза. То есть вариация на лифт. Первый, второй, третий, четвертый туз. То есть четвертого туза я убираю просто в середину колоды. Смотри внимательно. Поехали. И туз как бы просачивается всю колоду и оказывается сверху. То есть первая карта это туз. Туз крестей. Следующая карта, то есть помнишь, у нас туз губей. То есть каждый раз, когда я убираю туза губей, раз, два, три, и туз губей у нас оказывается сверху. То есть следующая карта у нас уже помнишь, какая была? Или не помнишь? Червей. Да, ну то есть смотри, то есть раз, два, три, то есть карта действительно уже у нас верхняя. Хочешь сам попробовать? Вот смотри, то есть у нас есть действительно туз пик, я его убираю. просто прикоснись к верхней карте пальцем переверни их ну как вы можете попросить просто подсними половина колода просто снимаешь я кладу его сюда то есть опять ничего не делаем просто прикоснись пальцем вот видишь это опять а слушай я забыл дело в том то что француз не рассказал до конца секрет этого фокуса дело в том то что все карты можно поменять на 4 да смотри ты сказал что многие фокусники хотят вот опрокинуть какое-то чудо да прям на зрителя ну коробку чудесами то есть у нас нету стопов видишь ли ты вот такую проблему потому что я на нее натыкаюсь постоянно огромное количество фокусников учит фокусы не для того чтобы удивить зрителя а для того чтобы удивлять друг друга то есть вот они учат фокусы которые вот покажи их зрителю они вообще ему неинтересны будут а покажешь фокуснику фокусник будет думать ну я не уловил где там момент добыл ты знаешь ты прав это как сказал витя реннер я с ним абсолютно согласен он сказал то что фокусники очень часто заняты тем то что мы во время фестиваля развлекаем сами себя действительно да такую есть то что как был такой нюанс такой нюанс но понимаешь именно ну на мой взгляд то есть то что отличает мастера от дилетанта это именно знание тонкости нюансов то есть если ты ну начали какое-то движение делаешь куца а потом как бы находишь другое движение которое тебе становится как бы делать проще то через какое-то время ты ну даже к тому движению который изначально начал репетировать и у тебя она получалась хуже придешь так чтобы оно получалось лучше я понимаю что но я тебе расскажу я когда только только начинал заниматься так получилось то что я попал в студию где преподавал сергей солоницын нам был сергей волков иногда к нам приходил вадим петрович рудни как это ни странно сейчас звучит хотя для меня это сейчас только фантастика то есть это было все на таком неком энтузиазме то есть за это не брали ни копейки денег и но это было исключительно общение то есть вот с людьми которые жили магии которые интересовались и вот волков он был очень умный человек очень умный дядька и он знаешь он говорил одну вещь постоянно он год слушай если вот у тебя какое-то движение либо какой-то прием не получается отложи его то есть пройдет время то есть пройдет какой-то опыт ты через другие какие-то приемы менее сложные как бы все равно к нему вернешься к тому что это движение будет получаться проще поэтому то что ты сказал я бы как тебе сказать потому что вот фокусники увлечены как был демонстрации как бы там фокусов который удивляет там либо фокусников до каких-то нюансов да безусловно это есть но это не значит то что ну то есть это такая большая вещь для самообучения на мой взгляд нежрой доходит прям до фанатизма вот прям реально то есть люди упираются в фокусы которые должны удивить фокусников они зрителей в фокусы которые можно показать только на камеру да и прочее 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 то есть и когда как бы эти фокусники попадают ситуацию когда нужно показать что-то зрителям наступают проблемы по подаче по выбору трюков как их там расставить подбор трюков это вообще отдельная тема на самом деле потому что действительно для того чтобы это выглядело ну как бы это не смешно звучало но действительно чтобы фокусы заходили они должны получаться очень элегантно очень красиво и вот очень многих западных артистов и в том числе ну как бы скажем так мои кумиры да то есть люди на которых вот как бы я равнялся которые мне ужасно нравились там и поджона корнелиуса там альдо коломбини там томми вон дара то есть посмотри на их магию она очень элегантно она очень красивая то есть них видно то что у них особый подбор трюков я буквально позавчера абсолютно случайно наткнулся на раритетную запись пандрагона ну я так сохрани некую интригу я не буду рассказывал показывал но он показывал микромажные фокусы пандрагон которую всю жизнь был как бы иллюзионист и он выступал для президента билла клинтона то есть это зал он показал салонные фокусы блин слушай он показал три фокуса но это было настолько красиво настолько магично настолько элегантно и он ушел просто под стоящую овацию то есть вот действительно мы должны как бы делать еще определенный отбор трюков то есть вот если говорить про коммерческую работу на то есть вот на обычных людей ну хотя бы тут такое мнение то что вообще плохих фокусов нет хотя на мой взгляд это не некое заблуждение то есть когда ты планируешь программу как ты будешь зрителя как бы шокировать доводить до этого выступления это особая тактика я знаешь извини немножко сейчас возвращаясь к теме удиви меня да ты вот говорил про некие связки про карты я тебе скажу так понимаешь так сложилось но это не моя была прихоть как бы показывать току с картами просто так получилось то что ну может быть ты помнишь может нет когда мы снимали этот первый эфир там когда у меня шарик улетал там залива на он если честно наверное всех съемок прошел хуже всего как это не смешно звучит и блин знаешь я такой расстроенный что-то приехал ну вот в этот офис и был митя муравьев это человек который потом снимал все вот эти вот он на тот момент работал но удиви меня если честно даже не знаю чем толком занимался он помогал но потом митя муравьев стал снимать все клипы ленинграда вот эти топовые там на лабутенов не оба прочь и вот мы сидели вместе с митя муравьевым он говорит слушай ну покажи чего-нибудь я ему стал показывать фокус с картами и и тут я вижу то что у парня просто у него загорелись глаза то есть я вижу то что у него так и он пошел вдруг кого-то привел еще кого-то он как слушай вот сейчас посмотри и заходит по-моему аня пармос это вот непосредственно режиссер всего удиви меня она говорит слушай короче все поняла то есть все вот эти колечки все вот это вот ботва это вообще не твое короче мы с тебя делаем вот чисто то есть ты будешь только с нами и понимаешь в этом была некий ну лично для меня была некая такая авантюра то есть я был не уверен то что во первых на картах я смогу долго пройти но так как у меня была постоянная работа я мог себе позволить перерыве между съемками попробовать один и тот же фокус откатать нам не знаю на 40 разных компаний на 50 разных компаний то я как бы даже фокус если его до этого не показывал как бы нам момент съемки выходил уже полностью подготовленным как мне это не смешно звучит то есть вот этот эфир с маленькими картами когда одна колода была меньше потом больше мне очень нравилась рутина которую делал василий игоревич руденко я у него попросил разрешение то есть я у него спросил разрешение говорю можно и чуть-чуть поменяю там кое-что буквальном один элементе и покажу ее и он не разрешил и скажу честно это не был тот фокус который я показывал все время ну вот буквально три раза я показал эту историю ну имеется виду вот как бы три рабочих дня у меня был на постоянной работе то есть вот нескольким многим компаниями показал течение этого времени набил руку на этом фокусе и блин когда вышел эфир мне очень многие писали то что но то что ты там делал с ловкостью рук до этого там там какая-то вот карта там по номеру это все фигня вот именно вот эти вот карты которые то больше то меньше становились как бы вот это да и я так понимаешь я потом стал это переоценивать то есть как бы произошла переоценка то есть я для меня это было знаешь вот ну как бы некая такая некий такой элемент что пройти дальше потому что я если честно уже во многом прогнозировал я знал что буду показывать на финал и до смешного доходило то есть мне даже по-моему даме то ли калифа мушен то ли до мир гудвина написали то что знаешь ну типа финал да там как бы это все чудесно но все таки вот эфир с маленькими картами тебе ну вот чего тебе надо было показывать на финал пусть вот это было самое лучшее ну вот кстати вот этот вот трюк с маленькими картами я видел грубо говоря какие-то составные элементы до этого но я помню даже до сих пор не понимаю как он делается именно это легком именно вот если смотреть от начала и до конца я не понимаю некоторые моменты и вот это и прям да я тебе скажу так на самом деле если говорить конкретно про карточные фокусы я выявил для себя несколько закономерностей я могу очень долго на эту тему говорить но у нас еще будет блок про рутины про создание просто если говорить конкретно про карточные трюки понимаешь во первых если мы говорим про телевидение то есть телесъемку ну не только то есть всегда нужно подбирать фокусы которые были бы с нестандартным эффектом но все-таки взять карту потом и угадать там не знаю она там никто в кармане то еще где то это интересно но эффект должен быть я не знаю нестандартный то есть я не знаю перекрас рубашки как бы это нестандартный когда карта там я не знаю ну достаточно простой трюк но он всегда убивает когда там с этой стороны не для карта радарnom así значит рубашка он всегда ладует он нестандартно дырочка который ездит по карте блин он нестандартный автограф который прилетает с карту на карту он всегда убивает я не знаю кстати моя любимая объединение 1 до номер где перекрас рубашки он рабочей комбинации это работал в отеле то есть я с этого фокуса начинал это просто шикарно блин объединение скажем когда середину вырываешь у карты они объединяются то есть это всегда убивает и вот эти фокусы на самом деле то есть когда их видишь семинаре нужно все время как бы думать задавать себе вопрос а как бы на это посмотрел зритель а если фокусы идут рутинные я стараюсь очень часто подыскивать фокуса с двойным финалом или бы стройным финалом то есть есть такие то есть когда не просто там скажем я не знаю там карта превратилась и одновременно там поменялась вся колода должно идти как бы нарастание эффекта то есть от меньшего большему то есть так чтобы было сразу одновременно ну то есть зритель как бы не мог оценить что произошло до этого его тут же убивал финал да то есть если ты вспомнишь это не моя рутина скажу честно но у нее масса вариантов то есть он же швы джей предложил вариант смена колоду по тому же принципу и господи не кейн хорм один из моих фокусников первый кто это придумал это был дэвид виллинсон то есть вот этот вариант смены цвета то есть когда через переворот показываешь так показываешь так и вот как бы тассу тассуешь карту то есть убеждаешь зрителя то что колода вся одного цвета и вот они первый эффект то что все карты все равно смотрят как бы в одну сторону потом прикоснитесь к этой карте она становится другого цвета то есть уже номер два эффект но когда колоды перекрашивается то есть это всегда убивает то есть это кстати просто настолько грамотный трюк на самом деле вот сам ход трюка он поражает и мне нравится то что для того чтобы тебе показать изначально что колода одного цвета не используется знаешь на вот эти вот все мы знаем эти приемы а именно прием с перемешиванием типа башка в лицо и это прям максимально убеждает просто я не очень хорошо владею английским но когда я первый раз посмотрел у виллинсона этот трюк трюк дэвида виллинсона он даже по он говорил то что этот тот фокус которому он смел обмануть да и вермена то есть да и вермена который ну там внутри у на теме триумфа там собаку съел то есть он там у него целое исследование в его книгах относительно триумфа ну как-то так извини у меня очень долго эти рада была про ямченко я просто ждал когда можно наконец это вот смотри эти покажу фокус которым обычно финале то есть вот если идет ресторанная работа то есть каким фокусом завершить естественно таким чтобы он всегда запомнился то есть у меня есть две колоды карт одна с красными рубашками и одна немножко забегая вот так вперед есть колода с синими рубашками ну и так на всякий случай для обманки положил в красную коробочку но до самого последнего момента мы не будем смотреть что это за карты у меня к тебе будет просьба просто я сейчас все карты разные мне нужно чтобы сейчас просто показал пальцем вслепую на любую одну карту как эти нравится вот это или это давай вот вот слушай теперь фокус не получится ты знаешь давай я же попросил чтобы это было вслепую найдем ее давай давай ну-ка до могу вот хочешь вери хочешь не верен на действительно в этой колоде есть только одна единственная карта которая я заранее в синей колоде переверну и это естественно дама бубей а Может, ты всё-таки другую хотел, да? Ну да, я сначала выбрал. Может, я как раз десятку сначала выбрал? На самом деле, это будет моё самое первое сегодня предсказание. То есть на этой десятке червей так и написано, что вы не выберете эту карту. Вот конкретно десятку червей не выберете. Знаете почему, Денис? Я объясню. Дело в том, что вся эта колода является моим предсказанием. Огрейдеть. Ну вот этот фокус всегда бивает во время ресторанной работы. Смотри, ещё вырвем один момент из твоего, так скажем, разговора. Я люблю походу додумывать, так скажем, вопросы. Вот смотри, ты попросил разрешение на трюк с маленькими карцами, да? А как вообще с этим обстоят дела? Может, ты просто знаешь, я внутриков не знаю, но я думаю, и ты, и я прекрасно понимаем, что очень многие фокусы, рутины в этих шоу, они, так скажем, но если посмотреть западное шоу, можно найти очень, так скажем, большое исходство. А ты знаешь, я тебе скажу так, я, может быть, сейчас, если бы я бы участвовал, мне бы было бы психологически, наверное, сложнее бы участвовать. Да. Какие-то вещи, ну, я тебе скажу честно, какие-то фокусы, я даже не знал, как делаются. То есть я до них доходил сам, и мне просто как бы нравился сам этот эффект. Ну, я скажу честно, то есть до того, как у Шона Фуркуа, скажем так, вот эта карта, я уж не помню, я сейчас тут давно не делал, но как вот эта вот карта оказалась запечатанной пачки между, там, скажем, двумя королями, либо там между, там, какими-то картами. Ну, по порядку, прямо на нужной локации, да? Да, 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 то есть там, скажем, называют, по-моему, какую-то карту, там, скажем, семерку крестей, и она оказывается именно между пятеркой, между, там, если семерка, там, между шестеркой и восьмеркой. Восьмеркой, да. То есть, если честно, как это делается, я дошел сам, то есть я не видел ни семинар, ничего, я, блин, если честно, потом оказалось то, что именно по этому самому принципу и делается. К чему я вел? На самом деле я считаю то, что, ну, это не только мое мнение, то есть если какие-то фокусы описаны, либо раскрыты в семинарах, то, как бы, ну, там, я не знаю, вот эта врезка Вильямсона, да, то есть он рассказывает о ней в своем семинаре. Трюк, там, с перелетом дырки, да, вот этот, холлоу, он описан, точнее, он продается. То есть я считаю то, что ничего в этом, как бы, такого постыдного, зазорного нету. Я всегда против того, чтобы снимать вообще прям а-ля, ну, то есть не просто под копирку. Ну, шутки, вставки, все, все, да. Если ты хоть как-то скомбинировал, донес хоть какую-то, ну, я не знаю, краску, то есть хоть какую-то даже в порядке бреда что-то предложил, ну, это уже намного, как бы, интереснее в плане творчества и в плане всего. То есть я против того, чтобы, вот, слизывать под копирку. И, к сожалению, были ребята, которые, ну, действительно, они, как бы, в тех рутинах, которые делали, они, по сути, копировали каких-то великих. Но, опять же, понимаешь, все-таки там было в основном такое молодое поколение, и мне на тот момент было 26 лет, то есть это было почти 9 лет назад, мне сейчас 35. И я считаю то, что, ну, любой начинающий фокусник все равно так или иначе он идет по стопам повторения великих, да. То есть, чтобы что-то создать свое, либо к чему-то прийти к своему какому-то лицу, то есть нужно, как бы, повторять кого-то. То есть, там, я, например, ну, там, вот тот же Павел Бах, да, который сейчас нашел свою манеру, да. Ну, так он местами какие-то там трюки, на мой взгляд, все-таки копирует. Ну, ну, может, я не прав, я так не особо слежу за его творчеством, но я, например, помню, когда Паша, он вообще, когда выступал, он заикался. Причем заикался так сильно, то, что его прям, ну, был некий зажим. Вот, и действительно виден огромный прогресс, то, что сейчас он даже, там, лекции читает какие-то. Вот, то есть он большой молодец в этом плане. Поэтому нельзя вот прям так вот говорить, то, что вот, ну, там, что-то творишь. То есть я против того, чтобы, знаешь, вот прям очень сильно бить по рукам. То есть наставлять как-то, давать советы, безусловно, нужно. То есть, чтобы велась какая-то работа, поиск над собой. Но вот обижать, скажем так, вот говорить, то, что это все полное говно, то, что ты делаешь, и вообще-то там, я не знаю, плагиатчик, это очень, особенно вот, ну, как бы молодым людям, ну, очень надо мягче, на мой взгляд. То есть плохо, когда плагиат ей, так, конкурс, то есть на какой-то серьезный конкурс. А когда это, понимаешь, ну, вот ты показал там, условно, в такой неформальной обстановке, там, в клубе, либо там, ну, какую-то просто миниатюру, ну, как бы какую-то сценку, да, зарисовку. То есть тут нужно как-то подойти, просто сказать, старик, ты немножко не на том пути, то есть вот попробуй поискать. Так что это, как бы, такая долгая, планомерная работа. Напоим. Смотри, я вообще не очень хочу говорить о форумах, честно говоря. Я не хочу превращать это в трансляцию со святым Чириковым, но все-таки. А у меня есть один вот такой вопрос, который мучает меня, можно сказать. Я до этого на форумах не был. Мы сейчас возьмем Москву-Питер, да, РАИ-МПИ, соответственно, для тех, кто не знает, может быть. И вот представим такую ситуацию, мы сейчас пофантазируем, да. Я хочу поехать на форум, но могу я поехать только на один форум. Ты, как представитель РАИ, вот скажи, почему я, допустим, должен поехать именно к вам? Помимо того, что мы теперь с тобой общаемся, я захочу с тобой увидеться. Нет, смотри, тут как бы, как тебе сказать, ну, ты меня сейчас ставишь как бы немножко в позицию человека, который должен прям рекламировать, да, то есть говорит, вот приедем именно к нам. Да, тут нужно понимать то, что у всех есть свои плюсы и минусы. Структура организационная РАИ и структура того же МФИ немножко разная. Я очень давно, к сожалению, не был там конкретно на МФИ, то есть я последний раз, по-моему, был в 15-м году. Многое слышу по отзывам. Я слышал то, что вот, ну, с Харари был не очень форум, а такой, ну, по отзывам, опять же, то есть тут нет как бы какой-то вот моей, я не знаю, ангажированности, да. Остальные, от остальных формов все были в восторге. То есть очень много, как бы, положительных отзывов. Если говорить конкретно про РАИ, тут надо понимать то, что, может быть, в зале, да, то есть в антураже мы проигрываем. Мы существуем не на какие-то коммерческие деньги, да, то есть мы существуем на членские взносы. Я понял. Поэтому членские взносы – тысяча рублей. Что сейчас такое тысяча рублей? Да я, я извиняюсь, я на каршеринг, чтобы сюда доехать, сегодня потратил больше. То есть что можно требовать за эту тысячу рублей? А что народ получает? А все равно наибольшее количество гостей, которые приезжали нам, это были чемпионы мира. Ленард Грин, Марко Берон, Рон Макмиллана выиграл, господи, Виторио Беллони, Эванс тот же самый, из последних-то, Хоррот Ву, ну, то есть огромное количество. И чего греха таить? То есть форумы, они, ну, как бы, ну, скажем так, создаются для того, чтобы мы научились вынести что-то новое, посмотрели на что-то новое. То есть это такая некая ярмарка достижений действительно народного хозяйства, что произошло в жанре, скажем, за год или за какое-то время. То есть какой был конкурс? То есть у нас, к сожалению, я считаю, что в России очень, вот вне зависимости от форума, там МФИ, РАИ, там, не знаю, вот у Юры Сергенко, то есть у нас очень слабая конкурсная часть. Бывают отдельные личности, отдельные люди, которые выступают действительно, ну, так, топчик на уровне. Вытаскивают, как бы. Да, там Ступаков, там, Вадик Савенков, там, я не знаю, там, Ильин, Гладштейн, там, Артём Щукин. То есть есть люди, которые действительно тянут, да. Но у нас, к сожалению, действительно конкурсная часть оставляет желать лучшего. Если говорить, опять же, про то, ну, там, про достоинство РАИ, да, все-таки хотим мы этого или нет, но, как бы, у РАИ есть определенная, ну, как сказать, ну, ну, семейственность, что ли. Ну, семейственность я имею в виду в том, что как-то это сообщество, которое уже существует больше 30 лет. Чемпионы мира, они все были, ну, там, Иван Нечапаренко, там, Владимир Данилин, там, Шакуров, да, то есть они все были, как бы, членами этой организации. И, понимаешь, вот так вот огульно хаять, говорить то, что там, скажем, вот то, что там делают старики, это там, условно, там, никому сейчас не нужно, это, как бы, там, брахло, да, или там дерьмо какое-то, это очень недальновидная, очень глупая позиция, на мой взгляд. Надо учиться у старшего поколения и у молодого поколения, потому что у молодого поколения тоже есть чему поучиться. Поэтому, я скажу честно, я очень сейчас болезненно, ну, как бы, читаю какие-то посты, там, на том же Фейсбуке, когда, там, старшее поколение говорит, а вот, там, вот, молодые, там, они ни черта, там, толком не знают, ничего не умеют и прочее. Может быть, они в чем-то правы. Но такое всегда, и даже не только в корпусе. Да, нет, проблема отцов и детей, она вечная. Но, как-то, вот, мне это больно наблюдать, потому что я помню клуб немножко другим. Это сейчас, ну, может быть, вот в силу времени, то есть, того, что, как бы, одни люди пришли, другие ушли, то есть, других даже и не стало. То есть, сейчас же ушла огромная плеяда, как бы, людей, которые были вообще основой клуба. Там, Рафаэль Саталашвили, там, Сергей Волков, ну, там, Сеухина я не застал, но, там, Сеухин тот же самый. Ну, было несколько людей, таких прям столков, на ком держался, действительно, клуб. Сейчас, действительно, как бы, молодое поколение и старше, они должны все-таки как-то найти какие-то контакты. То есть, мы должны как-то больше общаться. И вообще, вот, от этой вот вражды, то, что, ах ты, вот, там, такой нехороший, то есть, мы должны максимально уйти от этой политики, я считаю. Ну, это, опять же, мое мнение, потому что, это, знаешь, это как ржат, то, что нас, как ржавчина, которая нас разъедает. То есть, вместо того, чтобы созидать, вместо того, чтобы думать, ну, как-то стараться над тем, чтобы как-то улучшать, там, свою магию, мы как-то, вот, заняты в каких-то вот этих вот дрязных... Я понял. А так, понимаешь, я тебе могу сказать, то, что тут это личное дело каждого, то есть, опять же, возвращаясь к форумам, я бы, все-таки, тебе посоветовал подкопить денег чуть побольше и съездить, все-таки, на два. Такой, достаточно интересный фокус, но, тем не менее, не знаю, фокус на судьбу, да, то есть, на интуицию. Денис, я просто сейчас пролистну колоду карт, просто скажи стоп на любой карте, то есть, любая, которая понравится. Поехали. Стоп. Вот тут, верхняя или нижняя? Давай вот эту. Вот эту. Посмотри, покажи ее, покажи на камеру. Есть? Я не смотрю. Это не имеет никакого значения, но, тем не менее. Скажи стоп в любом месте. Стоп. Ну, тут, точно тут. Да. Или в другое место. Давай еще чуть-чуть по-нибудь. Вот тут, да? Кидай. Просто возьму колоду карт, перетасуну. Вот смотри, эту колоду карт я разложу на 6 пачек. Не очень удачный стол у нас, но, тем не менее. То есть, на каждую карту... Я кладу по еще одной. И так 6 раз. То есть, до самого финала. Ну, самое интересное, то, что в этом трюке твою карту сейчас буду искать не я. Твою карту сейчас будешь искать ты. У меня осталось 4 карты, она 6 не делится. Скажи, пожалуйста, тут есть твоя карта? Нет. Нету. Да? Давай соберем. Просто отложу. Любая пачка, какая тебе нравится? Любая. Да, я вот это. Вот это. Ты хорошо подумал. Да. Ты все-таки это. Да. Ну, хорошо. Давай подсоберем. Смотри, у тебя есть последний шанс. Все-таки так это или это? Вот оно. Блин. Слушай, никак не собьешь с пути. Вот смотри, вот эту пачку я разобью еще на 6 карт. Остается 2. Тут есть твоя карта? Нету, да? Круг сужается. Так, Денис, любая карта какая тебе нравится? Любая карта? Да. Слушай. Точно это, да? Точно. 100%. Денис, громко вслух, назови, пожалуйста, какая была твоя карта? Десятка пиковых. Пиковая? Да. Десятка? Да. То есть вот это. Я не понял, Никита. Спасибо. Ты знаешь, на самом деле было несколько идей, которые я хотел внести именно в этом году в плане РАИ. То есть в плане конкурса РАИ. То есть, во-первых, у меня было одно из предложений, то есть сделать определенный как бы инстаграм-конкурс, точнее инстаграм-конкурс, ютуб-конкурс на лучшее освещение мероприятия. То есть я готов был даже потратить на это. Я видел даже афишку. Я видел даже афишку вот это. конкурс гала-шоу, скажем, сценическое, но я очень давно не помню, чтобы у нас было гала-шоу по микромагии. То есть я договорился с разными людьми, которые у нас очень хорошо в микромагии, чтобы мы провели гала-шоу по микромагии. К сожалению, то есть мы проводим все-таки это в Цедрии, потому что это такое историческое, так сложилось то, что это наше такое как бы историческое помещение. Но, скажем так, гала-шоу сценическое мы планировали провести в театре на Неглинке. То есть это театр, действительно, вот если бы ты там был, то ты бы увидел бы, то есть там шикарная лепнина. К сожалению, зал небольшой, там, по-моему, всего там 350 мест, но не суть. То есть само убранство зала, оно располагает к просмотру магии. Но все, как всегда, упирается как бы в кэш, да, то есть деньги, и все упирается, конечно, как бы в наличие свободного времени, потому что все-таки это работа, за которую люди, которые этим занимаются, не получают ни копейки денег, по крайней мере враги. Я не знаю, как работу Сашки Муратаева идет, но враги все, кто работает в президиуме, кто занимается переводом, да, там, Катя, да, или там, я не знаю, там, Жень Карелин или там, Леша Пивоваров, кто, я не знаю, какие-то волонтеры, президент, там, вице-президент, помощники, то есть мы занимаемся этим, потому что мы это любим, то есть мы за это не имеем никакой финансовой выгоды, поэтому мы этим занимаемся, конечно, свободно от работы времени, то есть типография там тоже, это огромный пласт работы. Необычно, но факт, то есть ты поснял именно на тузе, то есть мы нашли туза. Если у нас есть один туз, мы можем легко привлечь второго туза. Если у нас есть два туза, то это как минимум повод найти уже третью карту. Вот она, смотри, первый, второй, третий туз. Ну, самое же сложное, найти четвертую карту. Раз, два, три, смотри, немножко магии. И последний, четвертый туз. Это она? Да, мы губи. Слушай, она сегодня нас преследует. Ты знаешь, я совсем забыл, дело в том, что тузы отсюда уже исчезли. Почему? Потому что все четыре карты есть тузы. Все говорят, что вот, все плохо в медиасфере, только обучалки, секреты, в общем, только тот материал, который как бы мешает, да? Как ты думаешь, почему вместо того, чтобы жаловаться, никто не пытается принести что-то альтернативное? Да, есть Саша Муратаев, который выпускает там шоу, да, вот сейчас там начал выпускать. Есть Илюха Ларионов, который очень крутую штуку выпустил. Ну, я смотрел его проекты, реакция, фактор вау, классно, прикольно, стильно. Но больше как-то никто и не хочет сойти, потому что это же тоже, вот, медиапростанция, это тоже очень важная часть сообщества, потому что люди смотрят, YouTube сейчас постоянно, ну и прочие соцсети, да, но никто ничего не делает, не то, что там, чтобы как-то новичков привести там к книгам, к семинарам, да, что-то такое, но и не делают вообще ничего, а только жалуются, что все плохо. Что вот с этим делать, как ты думаешь? Есть такая проблема? Почему люди жалуются, да? Почему как бы люди... Ну, не жалуются, но при этом ничего не предлагают взамен? Ну, я, как тебе сказать, просто у каждого свое поле, которое он вспахивает. Есть у нас, ну, я не думаю. На самом деле есть люди, которые действительно для жанра сделали очень много, и, конечно, их критика имеет место быть. То есть, я скажу честно, я всегда с огромным уважением относился к людям, у которых есть своя позиция. То есть, я могу не соглашаться с этой позицией, то есть, быть сам не согласен. Но если человек занимает какую-то позицию, и он в ней уверен, то есть, для меня это всегда достойно уважения. Поэтому, когда я, например, читаю, ну, скажем, критику со стороны, там, ну, не знаю, там, того же Влада Колмыкова или там Влада Кривоногова, да, то я, в принципе, ну, с чем-то я согласен, с чем-то я не согласен. Хотя чаще я согласен, но это люди имеют право на критику, я считаю. Есть люди, кто действительно ничего не делает, и только хайд говорит то, что все неправильно, то есть, вот там, то, как вы там делаете, скажем, там, или то, что сейчас делается, там, это, типа, ну, как бы, плохо. Только мешает, и да, только мешает. Да, 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 да. Вот, поэтому, ну, а потом надо понимать, что все-таки, к сожалению, русский человек, он немножко ленив. Вот, то есть, то, что у нас огромное количество фокусников и молодых ребят все-таки ленятся, как бы, выходить за рамки вот этой какой-то корпоративной работы. То есть, есть, конечно, исключение, там, вот, Гладштейн, Ильин, там, ну, еще вот несколько ребят, там, Саша Плотников, безусловно, там, с Володей Полищук, там, Володя Григорьев, Саша Земченков, да, то есть, ну, последние двое, это, как бы, вот, ребята, которые микромагией больше, как бы, занимаются, развивают ее. Поэтому, как тебе сказать, на самом деле не так все печально, вот, как бы, моя мысль. Ну, опять же, то есть, я всегда фильтрую, как бы, от кого я слышу критику, да, либо, там, по какому вопросу я слышу критику от каких-то людей, и очень часто я прислушиваюсь, вот, то есть, если это, там, скажем, меня касается, да. Если говорить за жанр, то, понимаешь, это такие иногда очень, как тебе сказать, беспочвенные разговоры, то есть, если говорить про то, чтобы развивать жанр, тут нужно, как бы, чтобы ты понимал, каким-то путем хочешь двигаться, то есть, там, создавать номер, создавать шоу, но все-таки это немножко разные вещи, да. То есть, если ты только-только начинающий, то все равно на одном только ютубе уйти очень тяжело. То есть, я застал время, когда, ну, я очень часто про это говорю, когда вообще все обучение проходило, там, скажем, посредством, там, каких-то вырезок из журналов и книг, да, то есть, я помню 95-й год, когда я сидел в школьной библиотеке или стал журналом наукой жизни, или там, юный техник, которые у нас были, и искал какие-то фокусы оттуда. Ютуб это все замечательно, то есть, но он раскрывает такую маленькую толику, да, то есть, подача, да, то есть, почему там некоторые фокусы Лорионова, да, ну, скажем так, они просты, да, то есть, там, например, то, что он показывал, покрывал, но он это подает настолько вкусно, настолько элегантно, то, что это становится смотрибельно, и ты по-другому это воспринимаешь, поэтому, как ты сказать, у всего всегда есть своя изнанка, и вот я всем рекомендую, то есть, если ты хочешь обучаться магии, и все-таки выйти на какой-то определенный уровень, то есть, заниматься как бы не, ну, скажем, не по низам, все-таки искать учителя, то есть, искать какого-то человека более опытного, это не значит, что это будет прям гуру-гуру, но это какой-то человек, который более опытный, который может тебе дать первые советы профессиональные. Ну, в принципе, это же, кстати, и решает большинство проблем, которые есть, когда ты учишься по видео. Я, допустим, рассказываю что-то, человек видит, и у него не получается какой-то момент, с которым и мы тоже сталкивались, когда пробовали это делать, когда только учились, и в видео об этом ничего не сказано, даже в хорошем семинаре такое может быть, что человек не упомянул какую-то вещь, с которой практически все сталкиваются, когда учат, а учитель, он как бы видит, прям сидит перед тобой и может дополнить. Да, да, да. А потом, я тебе скажу честно, то есть, мы иногда, понимаешь, очень полезно, опять же, если у тебя трюк, скажем, не идет, либо ты работаешь над новым трюком, который тебе еще не знаком, и тебе только предстоит его, ну, скажем так, обкатать, да. Понимаешь, мы иногда видео вот увидели, так, как там, ага, то есть, ну, мы поняли механику, но, как делают, вот, ну, многие представители старшего поколения, то есть, они какой-то вообще эффект делят, дробят на маленькие кусочки, то есть, каждое, каждое движение, то есть, они, по сути, каждое, ну, движение, каждый какой-то элемент, они, то есть, дробят на очень маленькие куски, и когда ты понимаешь, то есть, вот, там, понял, как делается вот этот маленький кусочек, потом следующий, потом вот этот, у тебя, как бы, полностью, ну, уже складывается определенная картина, как действовать. Поэтому, я считаю, то, что лучше всего обучаться и как-то вот развиваться, двигать жанр, там, я не знаю, искать, то есть, не только говорить, но все-таки объединяться в какие-то небольшие группы, там, скажем, по три, по четыре человека, и устраивать некие мозговые штурмы, либо как можно больше показывать. И тоже могу дать, вот, ну, опять же, совет, через который я прошел сам, то есть, у меня часто спрашивают, вот, ну, потому что у меня это тоже было, то есть, как вот избавиться от волнения во время показа, да, то есть, как избавиться от того, чтобы у тебя руки не дрожали, потому что я, например, когда устроился на постоянную работу, я когда показывал отдельные фокусы, у меня дрожали руки, это убивается только опытом, то есть, только вот, чем больше ты показываешь своим, в кругу своих друзей, я не знаю, незнакомым людям, тем лучше, то есть, вот, покажешь, там, я не знаю, 10 раз, там, все равно будешь волноваться, покажешь 50 раз, тоже будешь, но уже меньше, покажешь, я не знаю, тысячу раз, ты уже не будешь волноваться вообще. Ну да, там, получается, ты просто порог переходишь, и уже потом тебе без разницы, кому ты показываешь, и так далее. Вот, а опять же, относительно критики, извини то, что я так долго, то есть, критика будет всегда, то есть, вопрос только отношения к этому, то есть, отношения и выводов, которые ты из этого делаешь сам лично. Так что, как-то так. Ну, у меня есть, так скажем, мои любимые критики, с которыми я очень часто вот могу спорить, обсуждать и так далее. Ну, я просто понимаю, как бы, с одной стороны, что мы всегда останемся все при своем, и это просто вот, ну, ничего не дает этот разговор. Я, допустим, очень много общаюсь с Юрой Мазуркевичем. Он меня постоянно пытается переубедить во всем, что я делаю, что я делаю не так, неправильно, там, ну, и сам говорит, ради каких целей я это делал, хотя это не так. Вот, но про критику я понимаю. Мне просто вот действительно обидно то, что, не то, что меня критикуют, а то, что люди не предложили что-то свое именно вот в том поле, где меня критикуют, именно в медиапространстве. Вот, но я думаю, эту тему можно закрыть, в принципе. Да, конечно. Особо не о чем дальше разговаривать. Мы уже огромное количество раз практически во всех вопросах и твоих ответах упоминали корпораты, выступления. Вот вообще давай поговорим о том, своими вот словами, как ты видишь, да, объясни людям, кто такой профессиональный фокусник. Вот кто это? Тут понимаешь, это очень интересный вопрос. Тут есть, ну если идти от слова профессия, то это человек, который зарабатывает деньги. Но надо понимать то, что фокусник, то есть действительно профессиональный фокусник, мастер, да, это все-таки чуть более широкое понятие, чем просто человек, который зарабатывает этим деньги. то есть этим деньги. Да. То есть это человек, который действительно, ну, может вывернуться, уйти от любой, как бы, сложной ситуации, справиться со сложным зрителем, то есть находить выходы из, ну, самых сложных ситуаций. То есть это не всегда связано с фокусами. Смотри, Дим, как ты считаешь, уличная магия, ну, показ фокусов на улице, она жива в 2020 году? И как ты вообще в целом к ней относишься? Смотри, я скажу так, то, что в принципе я не вижу в этом ничего плохого. Вот скажу тебе честно. Важна форма, да, то есть как бы, как ты как бы классно показываешь это. На Западе это, ну, как бы некий элемент пиара стал, да, то, что вот там такие люди, как там, Блейн, кто там еще, Динамо, то есть они себе, в принципе, на этом сделали имя. Многие восприняли это как за чистую монету. Ну, тут можно, как бы, понимаешь, двояко говорить о том, там, то, что нравится или не нравится, то, что очень часто в этих передачах используется как бы подсадка, да, потому что когда я вижу там, когда мне рассказывают про то, как телефон залетает в бутылку, вот, и я, понимая, как это снимается, как это все делается, как подменивается и прочее, то есть я, конечно, у меня это вызывает определенную улыбку. Но это очень хорошо работает в плане, как бы, рекламы, то есть люди это запоминают, их это трогает. Кстати говоря, тоже я, ну, понимаешь, вот, к вопросу подсадки, то есть многие же шоу Копперфилда и многие трюки с Копперфилда сделаны реально с подсадкой, это видно. Особенно там более поздние его шоу. Кстати говоря, тоже вот, ну, к вопросу Копперфилда, я не хочу как-то умалять его достоинства, он действительно очень талантливый, ну, как бы, мужик, да, безусловно, как бы талантище, но, понимаешь, я вот совсем недавно пересматривал шоу там того же Дага Хеннинга, которое было снято там, черт знает когда, там, еще в 70-х годах, и прям картинка начинается с того, что он едет по ночному городу на мотоцикле и приезжает, значит, вот в какой-то, ну, в театр свой на этот мотоцикл, и потом у него этот мотоцикл исчезает. И я прекрасно понимаю то, что просто Копперфилд это, ну, либо купил, либо взял, но, как бы, по части саму вот эту телевизионную картинку в этом шоу, где он едет на мотоцикле, один в один слезал от Дага Хеннинга. Поэтому, в принципе, как бы, ну, Копперфилд тоже не святой, я вот к чему. А если говорить про то, живали сейчас уличные магии или нет, я, к сожалению, не так много, ну, в моем кругу не так много, там, совсем молодого поколения, потому что все-таки уличной магией занимаются более такие молодые ребята. И мне, кстати, даже немножко странно, когда, ну, скажем так, на улицу идут какие-то такие представители более старшего поколения. В этом нет ничего, я не осуждаю в этом нет ничего плохого. То есть, как бы, но все-таки я считаю то, что уличная магия, это больше так, для ребят, которым нужно поднабраться опыта и как-то вот, ну. Ну, это как раз таки же идеальный вариант для начинающих попрактиковаться. То есть, да. Огромное количество людей на улице. Показывай, не хочу, будут соглашаться, это вот, ну, как тренажер. Ну, в этом ничего плохого нет. Очень многие, ну, я скажем так, я особо уличной магией никогда так не занимался. У меня, кстати, когда-то, ну, может быть, пару раз к году, так, это к 2004-м, 2005-м Сергей Солоницын подбил выйти на Арбат и попоказывать фокусы на Арбате. Тогда Арбат, конечно, намного, ну, как бы, отличался от того Арбата, который сейчас. То есть, он был такой людный, прям такая улица, где постоянно, как бы, всякие, ну, как сказать, уличные музыканты, уличные какие-то поэты, что-то рассказывали. И вот мы абсолютно спокойно встали, поставили столик, вот, ни милиционеров, никого, то есть, не вызвало никаких вопросов. И вот мы стояли, показывали фокусы, и Сергей Солоницын показывал, и я, то есть, мы просто отдыхали и очень классно провели время. А сейчас, вот, ну, я не могу ничего сказать относительно того, живо ли это сейчас, или нет, потому что очень мало в моем кругу, кто реально стритует. Вот, но огромное количество ребят, там, и Илюха Ларионов, и Саша Магу, и, назови я, по-моему, даже Андрюха Лаптев, они очень любят стритовать, по крайней мере, раньше они этим занимались, то есть, они с этого начинали, и я помню, как даже вот Илья Ларионов, там, всем известный, ну, как бы, большому кругу фокусников, мы когда с ним только-только познакомились, это была первая или вторая, на нашей встрече, то есть, он вышел из метро, вот, достал сигарету, и она у него полетала, и собрал какое-то даже количество людей, то есть, они так сразу, там, что это, что это, то есть, так он был интересный. А касательно денежного аспекта, когда фокусники, неважно, начинающий, не начинающий, ну, это, в основном, проблема начинающих, когда они начинают просить деньги за показ на улице, неважно в какой форме, в мягкой, не в мягкой, в наглой, не в наглой, вот, как это такое? Я тебе скажу так, я, да нет, я нормально к этому отношусь, ну, просто тут вопрос, опять же, формы, как я говорю, то есть, там, я считаю, то, что для нашего менталитета, конкретно русского человека, конечно, это немножко, ну, так, тяжело воспринимается публикой, то есть, скажем так, заработать на этом, как бы, очень тяжело, хотя, Витя Реннер, который работает, там, ну, в Бремени, в Германии, то есть, он стоит на такой туристическом, насколько я понимаю, вот, в каком-то месте, да, где много туристов, и он, в принципе, насколько я знаю, зарабатывает очень неплохо, но мне кажется, что это больше, так вот, как бы, для такого западного менталитета, чем до нашего. Ну, у нас, скорее, баловство, типа, заработать, да, 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 то есть, ты знаешь, это как мне, я прихожу домой, мне отец рассказывает, о, слушай, я сегодня фокусника и видел, а у меня отец, он кандидат в физико-математических наук, ну, может, даже не кандидат, я уже даже не знаю, там, доцент или не доцент или профессор, скажу честно, не очень знаю его звание, но он и преподает, и у него технические работы, я думаю, блин, где же он фокусник, ты видел, в институт, что ли, вот, я говорю, а где-то фокусник, а я сегодня метро ехал, короче, зашел какой-то парень с кольцами стал показывать, и говорю, слушай, пап, это городской сумасшедший, это не фокусник, так что, да. Итак, Блиц? Да. Дэвид Блэйн или Дэвид Копперфельд? Дэвид Копперфельд. Хорошо. Чего не хватает современному фокуснику? Ты имеешь в виду российскому? Или вообще? Давай российскому. Ты знаешь, я считаю, что денег. Да нет, на самом деле, если говорить серьезно, то действительно очень многие обленились и стали склонны к отдыханству, то есть я считаю то, что многим, ну, как бы пришло время, когда действительно надо перестать отдыхать и можно как бы блеснуть на полную. У нас огромное количество действительно талантливых людей, я многих сегодня даже называл, то есть я горжусь то, что знаю многих из них, это и Володя Полищук, и там Григорьев, и Земченков, и Артем Щукин, и Инна, и Гладштейн, и Лорионов. И, ну, вот, как бы, безусловно, конечно, Илюха Рагулин, и Лаптев, безусловно. Это вот я сейчас перечисляю, как бы, либо своих сверстников, либо молодых ребят совсем. И старшего поколения тоже, безусловно, огромное количество, то есть там целая плеяда действительно выдающихся у нас есть вокусников, там, и Витя Реннер, и Вадик Калмыков, и Василий Игоревич Руденко, и Ступаков, и, ну, действительно у нас есть кем гордиться, но есть и другие ребята, кто действительно мы хотели бы тоже их увидеть. Поэтому я считаю, что действительно главная проблема многих фокусников, то что мы немножко на корпоратах подобленились. По сути, корпораты погубили жажду к таланту, то есть не к таланту, а жажду к развитию. Я понял. Назови мне три лучших микромага за всю историю человечества. Неважно, Россия, не Россия, сейчас они с нами, не с нами, без разницы. Просто вот, кого хочешь выделить. Ты знаешь, ну, на самом деле, можно выделить очень многих. То есть тут же, опять же, можно дробить, там, карточные магии или просто микромагия, но вот люди, которые мои кумиры, они, к сожалению, все уже умерли, то есть, или были моими кумирами прям очень долгое время. То есть это Томми Уандер, который написал две чудеснейших книги, да, это Джон Корнелиус, и, безусловно, я могу выделить Альда Коломбини. Ну, конечно, из современных, если говорить, там, может быть, это номер Латимера, я считаю, то, что вот с этими прозрачными кубками, это шедевр. Ну, безусловно, Эрик Чен. Ну, я думаю, то, что, наверное, если говорить про карты, это можно выделить, ну, безусловно, конечно, Грин, Даортис и Эванс. Ну, а если мы возьмем сцену, то что троих? Ты знаешь сцену, я тебе скажу так, то есть мне нравится очень Нестер Хато, это француз. Мне нравится очень, до сих пор, несмотря на то, что прошло уже огромное количество времени, это номер Топаза. Мне очень нравится Мини Мура, то есть вообще, я считаю, что Мини Муру надо вот то, как он, его зарядкам, его, то, как он избавляется от зарядок, то есть это на самом деле, ну, может, это очень высокопарно звучит, ну, тут действительно должен прям работать, наверное, целый институт, потому что это надо вот прям смотреть пошагово, то есть у него каждая секунда его времени он что-то делает, он либо заряжается, либо разряжается, и я один раз просто попробовал почитать, сколько он делает эффектов, ну, там и фокусов, и эффектов, там, включая там различные вспышки, там, в течение семиминутного номера, я, по-моему, то ли на 80-м, то ли там на 75-м просто сбился, то есть это чувак, который просто, то есть у него постоянно он делает, наверное, вот эти. Вот смотри, я сейчас разверну колоду карт веером, просто остановим ее на любой карте, то есть первая попавшаяся, которая понравится, то есть это не та карта, которую мы запомним, это будет некая карта-маяк, потом я тебе объясню, что к чему. Стоп. Вот тут, да? Я эту карту просто переверну, вот так вот ставлю в колоду. Да? Не имеет значения, что это за карта, это будет так называемая ключевая карта, или магичная карта. Вот смотри, у меня к тебе просьба, просто подсними где-то одну треть колоды. Одну треть. Вот так. Отлично. Подсними еще где-то половину. Не-не-не, вот эту. Да? Да-да-да. Смири. Ну смотри, у нас три пачки. То есть самое интересное, то, что я все время буду на твоих глазах, как бы, эти карты тасовать. Да? Можно тебя попросить, просто возьми одну любую карту. Вот эту? Да, просто бери, запоминай ее. Так, камеру ее? Да, покажи ее на камеру, я не смотрю. Денис, вот смотри. Так. Просто клади эту карту сюда, и этой пачкой я открываю. Обрати внимание на то, что я не делаю никакого контроля, никаких брендов, как любят говорить фокусники. Просто подсними в любом месте колоду. Вот тут. Отлично. Вот смотри. Все по-честному? Да. Подсними еще раз в любом месте колоду. Вот здесь. Ну, замечательно. Смотри, будем еще подснимать. Давай еще раз. Да, пожалуйста, в любом месте. Хочешь, можно пять карт подснять, можно одну, можно где? То есть любое количество. Вот смотри, что мы имеем. То есть мы имеем абсолютно перетасованную колоду. То есть мы до этого делили пачки. Я тасовал каждую пачку. Ты выбрал карту. Ты ее помнишь? Да. Самое удивительное бывает потом в конце, когда мы не можем вспомнить карту. Я разделю эти две половинки 50 на 50. Здесь я сейчас на всякий случай сверил. Я с каждой половинки буду синхронно снимать по одной карте. Ровно до того самого момента, пока мы не дойдем до нашего ключевика, до нашей восьмерки, которую мы перевернули в самом начале. Я говорил, что это волшебная карта, потому что именно она укажет нам местоположение твоей карты. Я могу сам посмотреть? Да, какая была? Да, 10 червей. Совпадает. Ты знаешь, самое удивительное, что 10 червей, точнее при помощи этой восьмерки, мы не просто нашли десятку червей твою карту, но мы собрали 4 тузов. Но самое удивительное не это. Самое удивительное, что действительно, помимо всего прочего, мы разобрали всю колоду по мастям. Точнее по цветам. Под черным тузом все черные карты, под вторым черным тузом все черные карты, под красным тузом все красные карты, и под этим красным тузом тоже все красные карты. И всю колоду мы все время тасовали. Это сам ее подснимал. Спасибо, Денис. Спасибо тебе. Ну и давай напоследок, просто совет от тебя, тем людям, которые будут смотреть это интервью. Это будут фокусники, может даже не фокусники, начинающие, не начинающие. просто совет знаешь наверное мой главный совет к тому чтобы вы должны стремиться к тому чтобы у вас не было слабых мест вы должны быть готовы ко всему вы должны все время самообучаться это раз вы должны по-разному просчитывать ситуацию и вы должны действительно фанатеть от того что вы делаете делаешь то есть ты должен любить это ты должен очень многие вещи уметь предсказывать наперед и действительно фокусник я считаю то что это ну действительно это образ жизни то есть ты должен стремиться к тому чтобы искать что-то новое постоянно работать на чем-то постоянно как бы тебе не было подчас тяжело видеть цель думать как не идти и идти к ней но я считаю то что действительно это очень важно то есть чтобы у тебя не было слабых мест ты должен быть очень сильным человеком внутренне заряженным и очень часто это сказал джейс ангард я с ним полностью согласен я считаю то что техника это конечно все круто то есть и артистизм тоже это замечательно если ты умеешь поддерживать разговоры быть интересным людям то есть это вообще выше всяких похвал но очень важно эта энергетика это кстати говоря вещи которые мне в свое время научил и как бы говорил об этом очень много сергея солоницына то есть этот совет и запомнил на всю свою жизнь то есть ты помимо того что как бы должен владеть техникой быть артистичным но ты был должен еще быть как бы как некая такая сжатая пружина то есть очень энергичным то есть постоянно реагирует то есть внутренняя энергетика очень важно поэтому наверно вот это был бы мой совет спасибо спасибо дичьи